Непривычно так что-то вести из дома, на самом деле, потому что все мероприятия тут проходят. То есть, куда ты приезжаешь, либо где-то в офисе, и дома делать это настолько непривычно. С другой стороны, можно делать это в шортах. Конечно, я в свое время, когда мечтал работать в шортах, я представлял, что я буду находиться где-нибудь на пляже и работать в шортах, а не на карантине в Москве. Но все же, хотя бы так, все же лучше. С другой стороны, хоть и непривычно, зато интересно. Ну вот, наверное, это по всем удоварило, понятное дело, но с другой стороны, вот сейчас очень хорошо можно понять, у кого как будут дальше идти дела. Кто сейчас смело это все преодолеет, кто, соответственно, будет паниковать. Я недавно разговаривал с руководителем одного барбершопа, и он говорит о том, что я, значит, при ребятах держусь. Вот, держусь, стараюсь там не подавать эмоций никаких, потом приезжаю домой и плачу. Ну вот, но хотя бы при команде старается этого не делать. Уже хорошо. Так, а кто еще откуда? Напишите сообщение, интересно. Ой, Украина, класс. Я очень хочу попасть в Одессу, не знаю, когда мне это получится. Говорят, там очень красиво. И в Ереван тоже хочу. Мне сейчас друзья прислали новость, что в Уэльсе горные козлы захватили пустые улицы города. Природа победила человека на какое-то время. И это очень здорово. Позитивное же явление тоже от этого есть. Говорят, воздух чище стал. О, Георг, привет. Так, я думаю, что мы, наверное, немножко подождем, да, пока соберется народ. И где-нибудь там через 3-5 минут начнем. Пишите у кого-то, как дела, интересно, кто, как время на карантине проводит. Я книги, кстати, читаю, меняем где-то. Всем известная, наверное, сейчас суперактуальная книга. Так, где камера? Вот. Вот, купил, соответственно, себе читать. О, Сева, привет. Кто не читал книгу «Черный ребедь», в общем, рекомендую почитать. Очень актуально. Она про непредсказуемость. Человек изучает это все. Я купил у него все его книги. Не знаю, как долго я буду их читать, но решил купить сразу все. Знакомые имена, классно. Эдуард, привет. Это, как говорится, всем помог, кроме себя, да, Георг? Ну, я думаю, что можно с ним еще пободаться тоже. Семья и дети хорошо. Вот тоже недавно попалась мне такая информация, что во Франции вот в период карантина на 32% увеличилось домашнее насилие. Люди не могут очень долго находиться друг с другом, поэтому... Ну, на самом деле, действительно, хорошее в этом плане время, потому что можно позаниматься какими-то своими делами. И почитать те же самые книги, что-то посмотреть. Может быть, есть какие-то сериалы, которые давно не смотрели. Главное, правильно к этому ко всему относиться. Это все равно в какой-то момент закончится. И именно так, наверное, надо это воспринимать. И это тоже пройдет. У евреев есть одна такая умная мысль, наверное, нельзя назвать поговоркой. Они говорят, спасибо Боже, что забрал деньгами. Вот, поэтому дай Бог, чтобы мы все были здоровыми, это главное, а все остальное, соответственно, я думаю, что наверстаем. Да, Войклайнс отдельное спасибо. Погрузился немного в эту тему, подумал, чем мы можем быть полезными для своих сотрудников. Потому что такой тоже момент. Важно очень сохранить лицо руководителя, наверное. Я подписался в этот чат, где очень много людей. И я хотел пару раз туда что-то написать, но потом понял, что там с такой скоростью прибавляется сообщение, что нет, но мое сообщение просто не будет прочитано. Решил, что выскажусь здесь. Я надеюсь, что будет много вопросов. Мы сегодня с вами поговорим. У меня есть мысли относительно клиентов еще, что мы можем сделать. Я надеюсь, что и тему клиентов сегодня все-таки мы затронем. Пусть и не совсем об этом сегодня будет вебинар. Но все равно хочется поговорить обо всем с вами. Когда еще мы сможем вот так вот собраться и пообщаться хотя бы онлайн. Иор, как у тебя там с открытиями? Что-то еще открывается? Понимаю, что сейчас не самый, наверное, актуальный момент, но все равно у тебя очень, по-моему, быстро росла сеть. Или пока притормозилось. Видео вроде бы есть. Поставьте там плюсики, если есть, минус, если не видите. Сейчас будем разбираться. Но вроде я себя вижу, во всяком случае. Ну вот. Хорошо. Я на самом деле очень позитивно пережидаю карантин. У меня есть собака, кошка. Кошка бегает от собаки по дому. Спасибо. Уделал. Классная очень. Мне нравится. Вот. И я, соответственно, целыми днями занимаюсь тем, что разнимаю их. И собака отличный способ выйти на улицу немножко. Я не думаю, что я буду так рад прогулкам с собакой. И теперь прям в удовольствие я выхожу и какое-то время провожу на улице. Дышу воздухом. Никого нет. Классно. Снег только вот сейчас. Смущает немножко. Ну, ничего. Спасибо. 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 Что почитать на карантине из личного опыта? Привет. Я сейчас читаю книгу «Черный лебедь». Мне она, собственно, нравится. Пока я ее планирую прочитать. Еще читаю в параллель вот такую книгу. Это Ларри Кинг. Кто знает, как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. В параллель решил две книги читать. А так, я считаю так, что книги вообще надо читать для чего-то. Либо художественные. То есть, если есть какие-то конкретные вопросы, которые там беспокоят, наверное, их и нужно закрывать. Я, например, сейчас решил перестать читать какую-то профильную литературу и решил почитать какие-то вещи для общего развития. Это не художественная литература. Но вот сейчас еще одну покажу. Тоже на столе. Это «Как устроена экономика». Подержу, чтобы кому еще нужно. Вот такая вот книга. Надеюсь, что я ее тоже осилю и прочитаю, соответственно. Должен был летать в пятницу в Владивосток. И мне в субботу должен был летать в Владивосток. И мне прям в пятницу отменяется эта поездка. Я надеялся, что я в полете что-нибудь прочитаю. Но нет. Все равно как-то день за днем пролетает достаточно быстро. Поэтому надо собраться с мыслями и заниматься делами. Здравствуйте. Вопрос относительно сохранения команды. Не исключено, что в нашей сфере все мастера на проценте без закладок. И на ваш взгляд сейчас ждание мастеров от нас, собственников в плане финансовой поддержки. Ну, это мы сегодня сейчас будем разбирать. Я, наверное, буду ждать команду, когда мне разрешат уже по материалу проходиться. Мы будем разбирать материальную поддержку, какие могут быть виды. Опять же, то, что пришло в голову, я надеюсь, что у вас тоже какие-то есть инструменты. Будет здорово, если вы к этому что-то будете добавлять, например, в сообщения. Потому что людей много, кому-то это может быть интересно. Потому что все равно как-то это все меры, они экстренно, так скажем, были приняты, придуманы. Поэтому я уверен, что у кого-то еще какие-то есть идеи, которые мы можем для себя принять. Очень рекомендую книгу «Развитие бизнеса» Верн Харниш. Не слыхал такого автора, но, наверное, она интересна, если вы рекомендуете. Я последнюю книгу про руководителей читал. Это был «Ген директора». Называется книга. Где-то она у меня есть. Сейчас мы ее попробуем. Звук. Так, я могу сделать что-то здесь погромче. Не знаю, но у меня вроде бы шкала перемещается. Соответственно, допускаю, что звук есть. Классно. Коля, привет. Что будет с рынком, если продлят очень жесткий карантин? Ну, я думаю, что его прям очень жестко не продлят, ну, объективно. Потому что государству придется, мне кажется, вмешаться тогда. И если сейчас государство, опять же, это мое субъективное мнение, но я думаю, вы с ним согласитесь, сейчас государство пытается малой кровью отделаться за счет, собственно, малого бизнеса. И там банков, и в любых коммерческих структур, чтобы все там кто-то выдавал, значит, беспроцентные кредиты, кто-то как-то кредитовал, кто-то там выплачивал зарплату и так далее. То есть пока государство никаким образом не принимает, на мой взгляд, участие финансово. Если, соответственно, это очень сильно продлится, то я думаю, что государству придется вмешаться. На мой взгляд, что им это невыгодно. Поэтому я думаю, что очень долго это не продлится. Но в моем понимании, что месяц-полтора, может быть, я не думаю, что дольше просто. У Яндекса есть сервис, там они измеряют самоизоляцию людей в разных городах. И Москва более-менее самоизолировалась, хотя тоже там индекс что-то около 3,8, то есть из 5. При этом некоторые районы там, по-моему, видно, если не ошибаюсь. Еще какие-то Химки, то есть там ниже показатель, то есть ниже трех даже. То есть люди все равно находятся на улице, к сожалению, и не заботятся о том, чтобы это поскорее закончилось. Вот и все. Вообще, в моем понимании, что это все халатность наших руководителей страны и других стран. Потому что если бы в январе бы это все дело сразу бы вот так вот закрыли всем, въезд и выезд, и людей посадили бы там на две недели на карантин, то я думаю, что просто это даже не распространялось, и достаточно быстро удалось бы с этим справиться. Потому что Китай, в принципе, уже, вот я с ним видел фотографии, там где-то в Esquire, что ли, что люди уже вполне нормально живут, да, ходят в масках, но китайцы всегда ходят в масках, поэтому уже там так. Ну что, да, я согласен, что надо постепенно начинать. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Максим Спивак. Я являюсь тренером, преподавателем по сервису продажам и управлению персоналом. Сегодня я подготовил небольшую презентацию на тему, как не потерять сотрудников в период карантина. Разберем с вами некоторые инструменты, которые должны нам помочь, и приведу какие-то примеры, которые уже успешно реализованы. Я там общаюсь с разными руководителями и в каких-то даже сам помогаю. Вот, в общем, будем вырабатывать общую какую-то стратегию в этом вовсе. Первое, с чего я здесь хочу начать, это вот с такого утверждения, которое важно очень понять, о том, что карантин – это не отпуск. И общаясь, опять же, с разными руководителями, я заметил такую проблему, что руководители боятся каким-то образом воздействовать на своих сотрудников, потому что кто-то там платить не может, еще что-то, и стараются отгородить всячески от какой-то занятости людей, отпускают их, и они занимаются каждый, собственно, что придумал. Это очень большая ошибка, на мой взгляд, потому что самые большие проблемы у нас бывают от безделия, на мой взгляд, когда мы ничем не заняты. И если, опять же, человек должен находиться в каком-то ограниченном пространстве, там, не знаю, в квартире у себя, то ему становится тяжело. Если он не может сам себя занять, он не может придумать, как развиваться в этот период, соответственно, это все приводит к тому, что он начинает деградировать, он теряет тонус всяческий, это знаем по себе, сталкивался с такой сам личной проблемой, когда долго не работал. И, в моем понимании, долго три недели. Я уже понимаю, что я потерял тонус, мне нужно его набирать. То есть, задача сделать это таким образом, чтобы люди этот тонус во время этого перерыва, назовем его так, не теряли и могли чем-то полезным общественно заниматься, как и для клиентов, так и, собственно, для нас, для построения и укрепления команды. Это очень важно. Поэтому такая вот мысль, давайте ее для себя как-то зафиксируем. Примем на том, что карантин – это не отпуск, это просто удаленная работа. Даже в нашем бизнесе, в нашей сфере все равно можно удаленно работать. Будем, соответственно, сейчас разбираться, каким образом. Что мы, соответственно, разберем? Какие виды поддержки? Мы поговорим про материальную поддержку, что мы, соответственно, можем делать с позиции денег для сотрудников. Нематериальную поддержку. И разберем, как нам организовать самообучение персоналу. То есть высокий уровень самомотивации – это плюс. Если есть такие сотрудники, которые могут самостоятельно организовать свой досуг, это здорово. Но не будем питать иллюзии. Я думаю, что большинство все-таки не могут это сделать. И они в этой ситуации рассчитывают именно на вас, то, что вы сможете им в этом вопросе помочь. Поэтому давайте, собственно, это все и будем разбирать. Материальная поддержка. Какие у нас могут быть виды материальной поддержки? То есть первое – это выплата зарплаты. То есть я знаю, что многие руководители заплатили на конец периода, то есть последний день, по-моему, рабочий был 27-е, и вот по 27-е число рассчитали и отправили в отпуск. Это хорошо. Я знаю, что некоторые и этого не смогли сделать по разным причинам. Но давайте еще вот с какой стороны на этот момент посмотрим. О том, что мы заплатили за какой-то прошедший период, но у нас большинство сотрудников действительно работают на процентах. И период, когда они не работают, по сути, они ничего не получают. То есть когда они выйдут обратно на работу, их какие-то обязательства остаются, а денег у них нет. То есть вот здесь я за то, чтобы определить какую-то минимальную оплату для своих сотрудников. Я не просто так написал в скобках за что-то, потому что это может быть основание того, что вы их, что, соответственно, вы с них требуете выполнения того, о чем мы дальше с вами будем говорить. Потому что если вы им, условно, ничего не платите, вы не можете у них ничего просить. То есть здесь есть определенные вот эти взаимоотношения материальные. И для того, чтобы мы могли требовать саморазвития, самообразования и так далее, важно, чтобы мы их как-то материально поддерживали. Я не говорю, что это должно быть много. Может быть какая-то минимальная прям абсолютно сумма, но тем самым вы, я считаю, можете показать своим сотрудникам свое небезразличие к ситуации. Потому что очень часто у сотрудников есть такое заблуждение на тему того, кто такой руководитель. Что это человек, у которого три мешка денег, на котором он сидит, и еще в шкафу. Все, что в мешке не поместилось, и вот все, собственно, в деньгах. А сотрудники – это люди, которые эти деньги, собственно, генерируют, создают и еще ничего не получают, а руководитель жадный и не хочет делиться. Поэтому я за то, чтобы в этот период мы были максимально открыты и прозрачны для своих сотрудников. То есть вполне можно объяснить свою ситуацию, поделиться какими-то новостями со своей стороны и определить какую-то сумму. То есть какая сумма может быть, если мы говорим про Москву, ну хотя бы, я не знаю, тысячу рублей в день. Я не знаю, этого, на мой взгляд, достаточно будет для того, чтобы просто показать свою заинтересованность в этих людях и показать свое небезразличие к ситуации. Пусть какая-то будет. Ну то есть определить, опять же, из своих возможностей. Я уверен, что уже многие за это время успели просчитать свои деньги, насколько вам их хватит в условиях этого карантина и такой ситуации. Это не обязательно большая сумма денег, еще раз повторюсь. То есть это выплата за что-то. Вот здесь какие могут быть варианты? Как вариант мы можем администраторов загрузить на период карантина работы. Работы просто очень много с клиентами. Вот возвращаясь к теме клиентов, что можно делать в этот период? Организуйте грамотное общение с клиентами. То есть сбор обратной связи – это первое, что можно сделать. То есть администраторы могут, например, звонить каким-то старым постоянным клиентам, которые давно ходят, для того, чтобы мы поддерживали с ними какую-то связь. То есть нужно составить какой-то список вопросов, которые администратор может задавать. Опять же, я могу постараться в этом вопросе помочь. В конце у меня будут мои контакты, Instagram, телефон. Ближе к этому еще вернемся. И индивидуально, кому будет нужна помощь, я готов на этой неделе помогать абсолютно безвозмездно, всю неделю, до конца недели. И помочь составить какой-то список вопросов, которые могут администраторы задавать клиентам. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы понять вообще, почему клиенты нас выбирают, понять наши сильные, в первую очередь, стороны. И на этом делать свое позиционирование дальше, после того, как, собственно, мы выйдем уже обратно на работу. То есть точно так же можно поздравлять людей с днями рождения, например, если они есть. Я всегда был за то, чтобы звонить именно, а не писать смс-ки, потому что звонок – это круто. И сейчас, мне кажется, клиенты в период, когда они все сидят по домам и глобально ничем не занимаются, им проще будет отвечать на многие вопросы, чем в период, когда они постоянно находятся в суете, бегают, работают, чем-то заняты. Поэтому уделите этому время и дайте администраторам вот такую работу. То есть при клиентской базе даже в тысячу человек, это работа прямо на неделю точно, всех обзвонить и получить эту информацию. Касаемо, соответственно, барберов, здесь немножко по-другому можно построить работу. То есть, опять же, у вас в аккаунте есть клиенты, которые вас выбирают, например, в Инстаграме. Делайте серию прямых эфиров, где барберы, например, рассказывают что-то про домашний уход, как пользоваться теми или иными продуктами, которые покупают ваши клиенты, например, у вас. Просто какие-то советы, как, не знаю, подровнять бороду в период, когда человек не может добраться до своего мастера. То есть, продумать какие-то вот такие активности для того, чтобы не терять контакт с клиентом и загрузить тем самым делами еще и своих сотрудников. Здесь уже за это можно, в принципе, приплачивать. Тогда это будет не просто отпуск с сохранением, собственно, зарплаты, а это будет уже конкретная работа, которую сотрудники должны будут выполнять и тем самым помогать этот бизнес сохранить в хорошем виде. Давайте сделаем таким образом. Я дочитаю эту страничку и дальше по вопросам пробежимся. И отвечу на дополнительные вопросы, которые есть касаемо материальной мотивации. Далее. Это индивидуальный разбор финансовых обязательств. То есть, здесь, опять же, у сотрудников есть какие-то обязательства. Это могут быть кредиты, это могут быть, не знаю, помощь кому-то требуется оказывать, там, не знаю, родственники, родители, всякое возможно. Поэтому наша задача индивидуально сесть, потому что коллективно многие не скажут об этом. Сядьте, созвонитесь и задайте честные вопросы, у каких есть обязательства, и подумайте, где вы и чем сможете помочь. Потому что я думаю, что это основной у многих сейчас вопрос у сотрудников, где брать деньги на разные обязательства, которые, соответственно, есть. Помощь в переговорах с арендодателем. Здесь я не думаю, что должны быть какие-то супербольшие проблемы, но, опять же, вы должны помочь своим сотрудникам сохранить деньги, чтобы у них было понимание, что вы и в этом вопросе стараетесь им помочь, стараетесь принимать какое-то участие. То есть, вы можете собрать со всех информацию, у кого какая аренда, собрать информацию, там, не знаю, кто сколько там снимает жилье. И, ну, если сотрудник сам не может, например, связаться и договориться, не хватает у него этих способностей, может быть, самостоятельно позвонить арендодателю и постараться понизить оплату, сделать, например, какую-то отсрочку, может быть, или еще что-то, чтобы люди сейчас на период, когда они не работают, сохранили эти деньги, потому что мы не понимаем, сколько это будет продолжаться до конца. То есть, мы в этом можем помочь. Я знаю примеры, когда руководители составляют письма арендодателям, официальные там с позиции руководителя, что вот такая ситуация, и что вы там, ну, условно, вы не можете сохранить, то есть, можете для других людей писать, что вы не можете сохранить никакую там зарплату вынужденно, да, и что человек, ну, готов будет потом, например, какие-то вещи там покрывать. Это несложно сделать, сейчас эта ситуация коснулась абсолютно всех, и все это прекрасно понимают, что, ну, вынужденная мера. И, опять же, тут есть сильный рычаг о том, что сейчас съехать из любой квартиры, это просто потом не заехать туда, ну, точнее, никто туда не заедет, потому что сейчас, ну, просто люди не будут арендовать жилье, это 100%. Вот, поэтому арендодателям это тоже невыгодно, и вот с этой позиции надо, конечно, проводить переговоры. Вот, я уверен, что многие уже там по помещениям своим провели такие переговоры, и проведите его, помогите провести такие переговоры локально каждому своему сотруднику, если у нее есть такая, соответственно, проблема. Далее, это помощь в получении отсрочек по кредитам. Я почитал интернет, уверен, что многие тоже уже это сделали. Многие банки уже начали это делать, то есть, опять же, как вы можете помочь? То есть, если сотрудник там не заболел коронавирусом, и у него от этого там нет никаких проблем, вот, вы можете помочь письмом, опять же, официальным, что вы не можете платить этому сотруднику зарплату на период, там, карантина, предположим, и для того, чтобы ему дали эту отсрочку, то есть, я видел, что, по-моему, Сбербанк там вообще чуть ли не до 12 месяцев готов давать эту отсрочку, вот. Поэтому уделите этому тоже время и проработайте с каждым своим сотрудником вот такие вот финансовые обязательства, которые есть, и посмотрите, как вы можете в этом вопросе помочь. Вот я вижу, что проблемы пишут, да, с видео, с аудио, есть ли проблемы? Если нет, поставьте, пожалуйста, плюс кто-нибудь, чтобы я понимал, что все окей. Потому что у меня вроде все нормально. Класс, все, замечательно. Дальше. Это доставка еды. В разговоре, опять же, с одним из руководителей пришла вот такая идея. Ему, мне она очень понравилась. Вот, собственно, делюсь. Доставка еды. То есть, что сделает руководитель? Договорился с компанией, которая занимается доставкой еды. И это были не готовые блюда. Это были блюда, которые надо было готовить для того, чтобы человек занимался этим. То есть, там есть, не знаю, кто-то, может быть, заказывал. Я периодически заказываю. Там у тебя есть, соответственно, рецепт. Там есть продукты. И твоя задача – приготовить по этому рецепту блюдо. Вот. То есть, на неделю вот такие вот сделали заказы. Договорились на скидки с этими компаниями. И тем самым, соответственно, поддержали материально, потому что, ну, людям уже не нужно было покупать еду. Поддержали своих сотрудников. Опять же, можно сделать это в формате игры, например. Это можно разыграть. Если как бы накладно для всех это делать, можно это разыграть, устроить какой-то конкурс среди своих сотрудников. И, предположим, победителю недели вот такого питания, пожалуйста, почему бы и нет. Это тоже может быть вариант материальной поддержки сотрудников. Почему бы и нет. Окей. Давайте тогда по вопросам пробежимся. Если есть какие-то вопросы, поэтому задавайте. Сейчас я пролистаю. Так. Вопрос по теме. Отметил, что в данный период усилится настроение сепаративного характера. Насколько данный период является индикатором, насколько адекватно принимать административное решение кадровое по результату? Не совсем понял вопрос. Это касаемо увольнения или чего. То есть не совсем понимаю суть вопроса. В моем понимании увольнять надо только в ситуации, где вы планируете затяжной какой-то кризис. Но тут вы просто ничего не можете с этим сделать. У меня знакомые живут в Европе. И один работает в компании EasyJet и говорит о том, что в южной части Европы расформировали просто EasyJet, уволили весь свой штат, потому что они планируют, что до конца года им это просто будет не нужно. Поэтому надо отталкиваться от того, какие вы сами делаете прогнозы. Я не думаю, опять же повторюсь, мое мнение, что это продлится очень долго. И я считаю, что лучше сохранить команду, потому что набирать ее тяжело. И тут надо еще прийти к тому, чтобы люди были сплочены и эффективно работали. Можно просто потерять большой временной ресурс на этом все. Яна, Максим, как вы смотрите на авансовые выплаты? Я не очень хорошо на это смотрю, в этой ситуации, потому что я хочу, чтобы люди зарабатывали эти деньги. То есть, когда человек получил аванс, к чему это приводит? Он начинает жить в долг, потому что он сейчас не работал, вы заплатили ему, соответственно, этот аванс. Он эти деньги что, идет тратить? Потому что вряд ли все такие прям супер запасливые и отложили эти деньги, потому что понимают, что дальше этих денег не будет. Нет. То есть, мы приводим к ситуации, где человек начинает работать в долг. Мы ему заплатили, он потом вышел, отрабатывал, ничего не получил, у него опять нет денег, нам опять его надо кредитовать, помогать ему, давать эти авансы. Поэтому сделайте так, чтобы люди просто зарабатывали эти деньги вот здесь и сейчас. Можете назвать минимальную сумму интуитивно для вас, достаточно, например, для Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, я уже сказал, то есть, я думаю, что это может быть сумма в пределах, не знаю, тысячи рублей за день работы какой-то, которую вы делаете. То есть, либо определите, что там, не знаю, какую-то конкретную сумму за неделю, например, тоже можно сделать, не знаю, 5000 рублей за неделю. То есть, определите какую-то сумму, которую вы можете себе позволить. Это не должно быть очень много, чтобы это не расслабляло. И это не должно быть там, условно, 300 рублей, чтобы человек там пошел, купил пачку гречки себе на эти деньги. Ну, вот, я думаю, что в пределах вот этой суммы этого будет достаточно для того, чтобы люди могли жить спокойно. Так, давайте движемся дальше. А если сотрудник новый и не оформлен, но у него есть кредит? Я, честно говоря, думаю, что банки глобально не будут проверять, оформлен он или не оформлен. Вот, и я думаю, что не стоит из-за этого переживать. То есть, делайте точно так же письмо. Сотрудник может быть там на испытательном сроке или еще что-то. То есть, его всегда при желании можно и быстро оформить. То есть, это тоже делается за один день, на самом деле. Поэтому, если вы можете таким образом ему помочь, ну, постарайтесь помочь. Если он для вас важен, почему бы и нет? Даже если сотрудник новый, я уверен, он это оценит, ваше участие в этой ситуации. Если команда разбежалась, где потом искать команду? Уже если разбежалась, я так понимаю. Ну, я думаю, что, во-первых, не стоит из-за этого переживать, потому что та команда, которая при первых же проблемах разбежалась, ну, как бы туда есть дорога. Надо понять загрузку. Я думаю, что здесь могут помочь и, опять же, через Инстаграм. Ну, как обычно мы ищем людей. То есть, это могут быть академии, это могут быть, не знаю, различные, там, салон красоты или барбершоп и другие. Я тоже допускаю, как бы, надо трезво на вещи смотреть. Это может быть Инстаграм. Инстаграм, это может быть, опять же, помощь кого-то из друзей. Вот, у меня очень большое количество друзей работают в разных сетях, и я периодически, там, когда ко мне кто-то обращается, я направляю точно так же мастеров куда-то в другие проекты. Вот, поэтому, вот, ну, так и искать, а что делать? Ну, как бы, не закрываться же теперь. Так как многие руководители остались без дохода и не готовились к подобной ситуации, как можно минимизировать расходы? Ну, я считаю, что надо минимизировать расходы там, где точно это можно сделать. То есть, ну, первое, это аренда, договариваться, соответственно, на, ну, в идеале договориться, чтобы сейчас вообще ее не платить. Я знаю, что примеры успешны, когда, когда, соответственно, это срабатывало. Ну, вот, у нас, кроме того, что доходы сократились, у нас в любом случае расходы определенно сократились, операционные, которые мы постоянно несем, мы тоже теперь их не несем, вот, они уже сократились. Ну, вот, то есть, я считаю, что надо сохранить расходы только на, там, команду какие-то есть. То есть, мы можем потратить сейчас деньги на, может быть, онлайн-курсы какие-то. То есть, можно завести одну учетку, и с этой учетки все могут это смотреть, почему бы и нет. Ну, вот, то есть, я знаю, что сейчас очень многие компании делают много очень бесплатных, бесплатных программ. Так, Виктория, можно вопрос не совсем по теме? Можно. Не про моих домашних животных, я надеюсь. По моим прогнозам, когда барбершопы начнут работать, сложив все ситуации? Ну, по моим прогнозам, не раньше мая. Вот, я думаю, что до конца мая, до конца апреля это точно продержится, вот, может быть больше. Я, ну, опять же, там, по своим каким-то ощущениям, я закладываю где-то месяца полтора, вот, на то, чтобы мы пришли в себя. Опять же, все зависит от того, какие меры будет принимать государство. В моем понимании, они очень такие полумеры. И мне кажется, что надо более жестко вводить карантин во всех регионах, и чтобы не было, там, перемещения людей, там, между городами, как это произошло. Вот, тогда это кончится быстрее. Посмотрим, как будет вести себя государство. Ну, вот, в текущей ситуации, я думаю, что месяца полтора примерно. Какая может быть антикризисная программа после карантина? Стоит ли временно понижать ценнослуги? Вот, сегодня уже отвечал на этот вопрос. Я считаю, что не стоит, и это заблуждение, что нам это нужно, потому что люди как стриглись, так и будут стрижься. Я уверен, что сейчас это очень больно коснулось, в первую очередь, предпринимателей, потому что все позакрывалось. Многие сотрудники у меня, ну, кроме последней недели этой, у меня очень большое количество друзей работают удаленно. Даже сейчас, все равно даже на этой неделе, я знаю, что подсовывают какие-то проекты, и люди работают удаленно, абсолютно спокойно, выполняют работу. Им за это платят. И много где сохраняют точно так же зарплату. Поэтому я не думаю, что это прям суперсильно скажется на клиентах, что нужно будет прям понижать цену. Потому что, опять же, должна быть какая-то обоснованность цены. То есть, если мы можем вот так вот сегодня понизили, завтра повысили, потом опять понизили, то есть, ну, складывается ощущение, что эта цена из воздуха просто взята, и мы вот так вот можем играться. Вот, я считаю, что куда более правильно, это не сделать скидку в 100 рублей, потому что я уверен, что для большинства клиентов, которые, опять же, выбирают, в том числе и твои барбершопы, 100 рублей – это не те деньги, которые они будут на этом экономить. Плюс обратите внимание на такой еще позитивный момент. В последние дни, когда уже объявили карантин, во многих барбершопах, как в декабре, блин, в конце декабря было полная посадка. Я там сегодня общался с Казахстаном, и у них тоже, говорят, мы последние дни отработали просто от и до все было расписано. И давайте просто подумаем, да, первая ли это необходимость для людей была подстричься, при условии, что они в ближайшее время будут сидеть дома и никуда не будут выходить. Но они все равно это сделали. Соответственно, они не постарались на этом сэкономить деньги. Я уверен, что когда они из этого карантина выйдут, они тоже на этом не будут экономить деньги и обязательно придут стричься. Организуйте просто грамотное общение со своими клиентами в период, пока вы не можете их обслуживать. Вот и все. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы сохранить. Покажите свою заинтересованность в том, чтобы они к вам ходили, и не надо будет давать никаких скидок. Теоретически это, конечно, очень хорошо, платить тысячу рублей в день, но если у тебя 40 сотрудников в трех салонах, то это в месяц более миллиона рублей. Еще раз, я взял из головы эту цифру абсолютно сейчас. Определитесь, какую поддержку вы можете организовать. Я уверен, что не всем, соответственно, эта поддержка финансовая будет нужна, но есть люди, которым она супер будет необходима. Вот и все. Поэтому оттолкнитесь от этого и, опять же, определите, какую вы можете платить. Может, вы можете тысячу рублей в неделю платить, но платите тысячу рублей в неделю, значит. Ну, что делать? Так, я сейчас продолжу, вот последний вопрос отвечаю и идем, соответственно, дальше. Как насчет продаж сертификатов на услуги со скидкой на время карантина? Объективно, май тоже работать не получится. Я соглашусь, что, скорее всего, объективно, и май работа будет или не будет вообще, или будет так себе. Я знаю примеры успешного опыта. Я вчера общался с руководителем одного салона в Санкт-Петербурге. Они занимаются этим и получается достаточно неплохо. Поэтому можете сделать это и предложить своим клиентам сертификаты какие-то на стрижке, на услуги со скидкой. Опять же, но не заиграйтесь только в это, чтобы не получилось так, что вы сейчас с большим дисконтом все продадите, а потом будете сидеть и не понимать, как бы клиентов много, а денег нет. Чтобы такого не получилось, но какую-то сумму можно продать и сделать из этого некий такой кризисный фонд, так скажем, для того, чтобы тем же сотрудникам, например, заплатить. То есть, генерируйте сейчас быстрые деньги. Согласно с тем, что сразу после не нужно снижать цену. Да. Окей, хорошо. Давайте будем двигаться дальше. По материальной мотивации это то, что мне пришло в голову. Я надеюсь, что что-то новое для вас я дал. Нематериальная поддержка. Что у нас здесь? Первое – это индивидуальные беседы. То есть, я за то, чтобы не терять связь с сотрудниками, потому что им это сейчас очень нужно. И если вы там на неделю, не знаю, на пять дней пропали, все чаты общие, которые у вас были, они опустили, улицы опустили за окном и все стало грустно и мир тлен, как бы ничего хорошего за это не получится. Поэтому проводите эти беседы, опять же, созвонились, это может быть неформальная даже беседа, просто сели, поговорили. Можете, опять же, к чему-то ее приурочить, можете разобраться в проблемах человека индивидуально и с ним поговорить. В общем, не теряйте вот этот контакт. Он не только должен быть коллективным, он точно так же должен быть индивидуальным. Мотивирующие собрания. Вот здесь тоже куча сервисов есть онлайн, которые позволяют подключать много людей. Подключайте, делайте конференцию, вот так вот, как мы сейчас с вами садимся, общаемся и пытаемся замотивировать людей. Объясняем о том, что как бы это трудности, да, это коснулось абсолютно всех. То, что мы рядом, мы все вместе, да, все вместе проще обычно там переживать какие-то трудности. Ну, то есть проводите какие-то мотивационные такие истории, вот, для того, чтобы у людей не падал вот этот моральный дух. Потому что, опять же, когда человек сидит дома, если он еще один, и у него там нету, не знаю, женщины, мужчины или там животных, становится очень тоскливо. Поэтому вот такие мероприятия, они обязательно нужны. Вот, помогайте в этом своим сотрудникам. Корпоративные мероприятия. Вот здесь, опять же, их можно проводить онлайн. Я со своими друзьями уже несколько дней играю в игры онлайн. Почему бы нет? То есть мы созваниваемся вечером. Вчера мы играли в игру Imaginarium. Многие, наверное, такую знают. Вот, там можно делать отдельное. Ну, я, опять же, кому будет важно и нужно, напишите мне потом. Я там в Директ или в WhatsApp. Я вам вышлю ссылки на эти игры для того, чтобы вы могли поиграть с своими сотрудниками. И мы два с половиной часа просидели, проиграли. Мы сделали отдельную комнату, только где были мы. И это очень было классно, весело. Мы смеялись много. И, опять же, это сказывается на том, как проходит досуг у ваших сотрудников. Почему бы и нет? Сплочайте тем самым людей. Корпоративное обучение. Это тоже то, чем нужно сейчас заняться. Многие сейчас переходят в формат онлайн. Опять же, я тоже в этом вопросе готов помогать. Я буквально сегодня утром, вот в 11 часов, у меня было онлайн-обучение как раз для Казахстана. Мы разговаривали на тему продаж. То есть, у нас два часа была лекция на тему продаж. И вот на следующей неделе у нас еще одна будет лекция. То есть, были абсолютно все сотрудники. Все принимали в этом участие, задавали вопросы, записывали и так далее. То есть, пожалуйста, такие обучения тоже можно делать. Готов в этом вопросе вам точно так же помогать. Мероприятия на сплочение. То есть, здесь что может быть? Это какие-то командные истории. Это могут быть, например, мероприятия, где, опять же, все созвонились, как один источник, где все созвонились и, например, сказали каждый, кто за что кого уважает, например. Или какие-то сильные стороны других людей. Ну, чтобы как о каком-то позитивном явлении пообщаться, обсудить это и посмеяться, может быть, вместе. Я думаю, что люди смогут сказать очень много хорошего друг другу. Я помню, мы в свое время в 13 играли в такую игру офлайн, когда, ну, единственное, мы делали там бумажки. И на бумажках каждый человек писал какое-то хорошее качество человека. Вот каждая бумажка была подписана именем. Вот, и потом ты зачитываешь и понимаешь, как к тебе там относятся люди с позитивной стороны. Вот, то есть, такие вот истории тоже можно делать, почему бы и нет. Вот, в формате онлайн проводите обязательно. Организация конкурсов внутри команды. Здесь я тоже уже затрагивал эту тему. То есть, призы могут быть абсолютно любые. Вы можете такие отложенные призы делать. То есть, например, там какие-то билеты в кино или там ужин в ресторане потом, когда рестораны откроются. Вот, то есть, за что это, какие конкурсы могут быть? Опять же, касаемо книг тех же самых, там, прочитанных книг, кто там больше успеет прочитать, кто там больше скинет какой-то, не знаю, там, полезной информации. Просто занимайте, развлекайте вот таким образом людей. И обратите внимание, что в первую очередь с позиции дела, то есть, развлечения там, отдыха, они, безусловно, должны быть, но с позиции дела. Вот, чтобы люди были погружены именно в какие-то рабочие процессы. Ну, и, соответственно, наставничество – это тоже инструмент. Я очень часто на своих курсах про это говорю. Каждый руководитель должен быть наставником для своего сотрудника. И вот у меня такая позиция. И я считаю, что вы можете сейчас, вот в период, когда все остановилось, вы можете сесть с каждым и проработать план какой-то его развития дальнейшего. То есть, что человек хочет. Потому что в процессе работы, вот в потоке вот в этом, мы очень часто не замечаем всего этого. То есть, люди просто приходят на работу, работают, уходят с работы с этой, потом в какой-то момент увольняются, еще что-то. То есть, все это приводит к тому, что мы не замечаем, как бы, проблем, которые у нас есть. Поэтому вот в таких беседах мы можем вот это все разобрать. Я в том году делал такое мероприятие, опять же, оффлайн, но его и онлайн можно сделать. Я каждому сотруднику задал, там, работая в 13, два вопроса. Почему ты хочешь работать в 13 by Backstar? И второй вопрос был, какие у тебя профессиональные цели на этот год? Вот такие вот два вопроса. Соответственно, я потом с каждым индивидуально это все разобрал, мы пообщались и выстроили некий план, что нужно делать. И вот недавно я дома разбирал документы, я нашел, значит, бумагу, на которой я писал заметки касаемо того мероприятия. И к моему счастью, наверное, большинство из того, что там было написано, я знаю, что ребята уже сделали. Это говорит о том, что это работает. Поэтому построите план, помогите своим сотрудникам быть лучше, задайте им вопросы, а что в работе им не хватает, что не получается. То есть, какие-то их слабые стороны. То есть, исходя из этого, уже дальше будем выстраивать систему самообразования. Вот такие инструменты. Если у вас по ним какие-то вопросы, задавайте, давайте пробежимся. Что скажешь по поводу тех товарищей, товарищей с большой буквы, которые продолжают работать на дому и стричь, и выкладывать это в соцсети? Ну, я ничего не скажу. Я вам так скажу. Определите для себя вот это, что не каждый клиент ваш клиент, да, и не каждый сотрудник ваш сотрудник. То есть, я вот не знаю, среди своих друзей, например, у меня достаточно обеспеченные друзья есть, чтобы они вот сейчас вот в такой период пошли к кому-нибудь вот так вот стрижься на дому или там кого-то пригласили, незнакомого даже человека или там мало знакомого, подстрижься к себе домой. Ну, то есть, как бы это о чем-то договорит. Вот, поэтому я ничего не думаю, это все равно будет, всегда будут люди искать вот такие какие-то лазейки, вот, поэтому просто, я считаю, на это не надо обращать внимание и не зацикливаться. Как помочь самообразованием администратора? Администратор чем отличается? Точно так же абсолютно у администратора есть определенный набор компетенций, которые вы хотите в этом человеке видеть, и ваша задача эти компетенции помогать ему развивать. Поэтому здесь могут быть те же книги, здесь могут быть тот же определенный план. Я уверен, что среди ваших администраторов, например, есть амбициозные люди, которые хотели бы стать, например, старшими администраторами или куда-то расти или еще что-то. Так обсудите с ними это, то есть обсудите программу, что им для этого нужно сделать, определите, опять же, какие-то обучения внутри администраторов, да, среди администраторов, то есть на знания стандартов тех же самых и так далее. Почему бы нет? Как бы работы абсолютно столько же. Так. Такая должность, где нет большого роста. Это, как говорится, все зависит от нас абсолютно. Вот. В моей идеальной структуре работы салона или барбешопа у администраторов всегда есть рост, это до старшего администратора, как минимум. Вот. То есть рост есть, это может быть и финансовый, в том числе рост, определиться какие-то, поменять, может быть, мотивацию сейчас администраторам и подумать, как они могут больше зарабатывать. Поймите, что хотят ваши сотрудники. То есть если мы это игнорируем, то, ну, просто приходим к тому, что эти сотрудники уходят. То есть они либо с нами будут этих целей добиваться, либо без нас. Вот и все. И не так страшно, когда уходят сотрудники не очень квалифицированные, да, очень неприятно, когда уходят сильные сотрудники, в том числе администраторы. Вот. И я считаю, что администратор хороший, это его надо держать двумя руками и двумя ногами. Потому что такой администратор все знает о своих клиентах, и клиенты всегда рады этому человеку. Мастер может вырастить до топ преподавателя и повлиять на финансовый рост студии. Любой сотрудник может повлиять на финансовый рост студии, и администратор в том числе. Вот. Это вопрос, опять же, мотивации самих администраторов, как она грамотно выстроена или не выстроена. Вот. И в моем понимании администратор тот человек, который непосредственно влияет на выручку и может ее генерировать. Можем ли мы оказывать услуги с выездом? Приказ вышел, что можно. Клиенты все уже спрашивают, когда начнем. Так, проведи опрос в соцсетях. Некоторые клиенты стали высказывать недовольство. Ну, опять же, вот сегодня буквально разговаривал с руководителем. Ровно такой же мне задали вопрос о том, что, собственно, с этим делать. Вот есть клиенты, которые хотят обслуживаться. Вот. Я считаю, что ничего не делать, надо это переждать, потому что мы, кроме того, что... Что-то со связью пишу, да? Раз, раз. Так, сейчас. Что-то со связью. Вроде должно заработать. Так, видно, не видно? Что-нибудь, какое-нибудь действие, плюсик. Вроде удалось. Ура. Извиняюсь, почему-то пропало окошко с видео, и я не смог обратно подключиться. Но проблема решена. Вроде бы отлично все. Ура. Это я уже занервничал. Так, вернусь быстренько к вопросам и перейдем к следующему. Так, а как относишься к сокращению админов после выхода с карантина, если карантин затянется? Ну, опять же, надо понимать ценность того или иного сотрудника. Буду на чистоту говорить. Если вы понимаете о том, что это сотрудник, который есть как бы нормально, нет, ну, ничего страшного, тогда, наверное, да, можешь сокращать. Если это ценный сотрудник, то, наверное, важно такого сотрудника сохранить и, ну, конечно же, не сокращать. Инна, касаемо скрипта. В конце презентации будет у меня Инстаграм. Вы мне напишите, я вам помогу, накидаю ряд вопросов, которые, соответственно, можно задавать клиентам в это время. Договорились? Опять же, это касается всех. Кому будет нужно, пишите, я, соответственно, вам в этом вопросе помогу. Так, все, пытаемся дальше. Кто может подсказать прогу для совместной планерки онлайн? Zoom ребята написали уже, но сейчас единственное, с ним бывает иногда проблема, потому что он перегружен, наверное, они не планируют, что он будет такой популярен, популярным, вот, поэтому с ним появляются какие-то проблемы. Окей, хорошо, давайте движемся тогда дальше и поговорим про самообучение сотрудников. Вот здесь важный момент – это самообучение организовать, да, то есть мы не можем рассчитывать только на то, что сотрудник самостоятельно может понять, что ему нужно делать. То есть что здесь может быть? Первое – это профессиональное самообразование. Куча в интернете роликов есть, опять же, есть, например, там сайт «Видал Сосон», на котором есть диджитал-библиотека, и там видеоролика, как делать… То есть это можно, опять же, с одного аккаунта сделать, и в таком формате пусть ребята учатся, смотрят какие-то ролики, и сделать такую историю, что потом, когда мы там с карантина условно выйдем, чтобы люди могли показать то, что они узнали. То есть каждый там посмотрит какой-то ролик, и потом покажет миллион роликов, и в YouTube тоже куча полезной информации, которая может быть… Опять же, надо дать людям источники, вот, что они должны делать с точки зрения самообразования. Потом с них, конечно, это спрашивать. Книги. Это тоже инструмент, и я подготовил список книг, которые я рекомендую вообще прочитать каждому человеку, который работает с клиентами, обслуживает гостей. Опять же, можете написать мне в директ слово «книги», и я с удовольствием наилю с этим. Тоже, с этой учетки спокойно… Вроде бы интернет стабилен, все вроде бы нормально. Список сюда… …тогда выше. Видео про… Так, сейчас должно уже появиться. Посмотрите, видео вылетает. Так, онлайн-курс аппаратовскому искусству. Я, например, учился в школе «Король говорит». Можете воспользоваться этой школой. У них есть сейчас онлайн-курс. Там на каждый день чуть ли по 15 минут занятия. Стоит тоже недорого. Это тоже можно купить один раз и на всех это распространить, чтобы ребята прокачивали свои знания, навыки в разговоре с клиентами. Почему бы это, собственно, не делать? Бесплатные онлайн-курсы или вебинары. Я уже про это говорил тоже, что на сегодняшний день существует очень много таких вебинаров. Очень многие компании сейчас делают различные онлайн-бесплатные. Модельеры делают онлайн, рассказывают про историю моды и так далее. То есть люди, до которых вроде бы никогда невозможно было добраться, они теперь абсолютно в свободном доступе, делятся информацией, пока люди сядут на карантине. Поэтому почему бы этим не пользоваться? Пожалуйста, кому что интересно, предложите. Главное, это своим сотрудникам, чтобы они этим занимались. Ну и, конечно, иностранные языки. Здесь тоже не обязательно это должно быть за деньги. Есть прекрасная штука, называется Polyglot. Можно в YouTube найти все ролики и учить английский. И я тоже знаю примеры, когда руководители этим занимались, потому что это важный язык. И почему бы чем-то полезным не заниматься вот в период, когда карантин, и люди не могут никуда выходить. Вот такие инструменты по самообучению, которые мне, опять же, пришли в голову. Сейчас попробую в список прислать книг. Одну секундочку. Книги. Так, ага. Ну вот, рекомендованный список книг. Вот в чат его... А, он только не все пункты. Сейчас вот так сделаем. Семь. И дошли в остальное. Да, миллион информации. Я недавно смотрел интервью Гондоп... Так, все должно опять появиться. Не знаю, почему вылетает. Прошу прощения за трансляцию. Это, собственно, та информация, которую мне хотелось с вами поделиться. Говорил про то, что сейчас очень большое количество информации можно получать вообще бесплатно, онлайн, вплоть до лекций МГУ, на любую абсолютно тему. Ну, просто надо чуть поглубже покопаться в интернете, и все это можно сейчас найти, вот, и обучаться абсолютно спокойно. То есть другой вопрос о том, что это требует высокий уровень самомотивации и самоорганизации. С этим уже есть, ну, проблема. Но вы можете сейчас со своими сотрудниками это проработать, поделиться вот такой информацией с ними и помочь им в период карантина пробыть не где-то в изоляции одному, а, собственно, вместе с вами. И я уверен, что при использовании многих из этих инструментов мы можем сохранить эту команду и прийти к тому, что этот карантин пройдет просто незаметно для них, и, собственно, будет все круто. Есть ли еще какие-то вопросы? Я готов на них сейчас ответить. Вот. Собственно, информация по самому вебинару уже, наверное, закончилась. Подскажите по оплате мастерам, ежедневная или недельная. Как, с вашей точки зрения, эффективнее по поводу чаевых через админы или клиент благодарит мастера сам? Я считаю, что клиент должен благодарить мастера сам, чтобы не было конфликтов между администратором и мастерами, чьи это чаевые. Потому что администраторам тоже могут оставить чаевые за классный кофе, за классную беседу, почему нет. Поэтому это, я считаю, должно делиться. Касаемо оплаты обычной, в обычное время, я считаю, что надо платить два раза в месяц. Если мы говорим про текущую ситуацию, то, наверное, лучше за неделю выплатить, чтобы это какая-то была существенная сумма денег. Говорят, что видео опять нет. Может ли один управляющий справиться с четырьмя барбешопами или, по твоему мнению, это неэффективно? Касаемо работа с четырьмя барбешопами. Я в свое время руководил пятью топганами. У меня в подчинении было 70 человек. И справляться можно. Эффективно справляться крайне тяжело и крайне недолго можно справляться. Потому что просто тяжело выполнять всю эту работу. Надо при такой загрузке в четыре барбешопа, я считаю, что надо правильно распределить задачи. То есть в моем понимании управляющий – это человек, который работает с командой в первую очередь. То есть если сконцентрироваться исключительно на людях и, например, там вопросы, не знаю, инвентаризации, документы оборота и так далее, мы переносим на какого-то отдельного человека, чтобы не занимать время, тогда, наверное, это можно делать. Если, соответственно, такого возможности нет, тогда надо менять немножко структуру работы. То есть, опять же, Вик, мы можем с тобой отдельно этот вопрос обсудить, потому что он уникален для тебя. Можем его обсудить, и я тебе помогу. Созвонимся, я тебе помогу, соответственно, как эту структуру лучше выстроить. Опять же, на базе своего опыта, когда я это проходил. Договорились? Запись вебинара должна быть. Извиняюсь еще раз за трансляцию. Не знаю, почему она в один момент начала виснуть и пропадать. Но вроде бы мы здесь. Есть ли еще какие-то вопросы? Я готов онлайн сейчас на эти вопросы отвечать. По оплате мастерам только процент или какая-то ставка? Опять же, если мы говорим про обычную жизнь без кризисов и карантинов, тогда я думаю, что это просто процент. Запись будет в телеграм-канале Y-Klines. Мотивация у мастеров должна быть единая или индивидуальная? Какая мотивация? То есть если мы говорим про финансовую какую-то материальную мотивацию, то она в любом случае у каждого, наверное, индивидуальная. Но примерно есть определенный порог, наверное, то, что вы можете себе позволить. Касаемо скриптов. Мне сюда их будет проблематично выслать. Екатерина, напишите мне в Instagram. Я пришлю вам просто эти вопросы, потому что мне их надо составить еще. Вот. И я в этом вопросе вам помогу. Буду ли я настраивать обучение онлайн? Да, я буду делать обучение онлайн. Хочу просто к этому вопросу подойти более основательно. У меня будет 23 апреля вебинар. Будет на тему стратегии по развитию продаж в бьюти-индустрии. Я буду давать как раз то, как выстроить правильную продажу, как работать с поставщиками, какая мотивация должна быть материальная, нематериальная. Вот, в общем, все там будем разбирать. Это будет 23 числа. У меня в Instagram, опять же, будет анонс. Какие акции не рекомендуете делать после карантина? Я уже на этот вопрос отвечал. Я против, единственное, скидок, потому что это такое признание чего-то не очень хорошего. Я считаю, что надо просто работать и помогать клиентам точно так же переживать это и общаться с ним. Все. Я считаю, что этого будет просто достаточно. Мне нужно изобретать велосипед. Процент у всех, есть какой-то определенный порог. Вот в рамках этого порога люди могут по-разному зарабатываться. Например, от 30 до 40. У кого-то может быть 30, у кого-то 35, у кого-то 40, может быть. Но есть определенный порог, выше которого, например, я знаю, многие компании, где просто не принято платить. Вот и все. В связи с пандемией, ясно, будет увеличение цен на косметику. Что ты думаешь, будет ли спад продаж? С позиции клиента, наверное, я не думаю, что будет прям сильный какой-то, который там все смогут ощутить. Какой-то будет, но в рамках рынка, наверное, он будет заметен. В рамках локального барбершопа я думаю, что заметен он не будет. Если мы говорим про спад продаж у поставщиков, то, конечно, и цены, конечно же, вырастут, потому что кроме этого коронавируса у нас еще курс есть такой не очень хороший. Поэтому, ну, да, наверное, как-то это скажется. Меня почему-то много раз за последнее время называют Михаилом. Я не знаю, почему. Меня зовут Максим. Я уже не в 13, да. Я в конце декабря закончил работу и уже несколько месяцев работаю самостоятельно. Займаюсь преподаванием. Да, Коля, напиши в WhatsApp. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них дополнительно ответить. Вебинар окончен. Да, мы разобрали ту тему, и я сейчас вот отвечаю на вопросы, которые есть у людей дополнительные. Вот я готов с вами пообщаться. Насколько рынок сократится? Я, честно говоря, не думаю, что он очень сильно прям сократится. Опять же, в масштабах страны мы этого не заметим. Вот и все. Я не думаю, что прям все повально позакрываются и так далее. Опять же, это бизнес, и я уверен, что люди, у которых, например, даже сейчас нет денег, будут искать заемные какие-то средства для того, чтобы проект свой не закрывать. Поэтому я думаю, что, опять же, повторюсь, в масштабах страны мы этого просто не заметим. Есть ли еще какие-то вопросы? Отвечал бы, отвечал бы целый день на вопрос, на самом деле. Штрафовать или сразу угонять, если мастер очень сложный, учитывая проблему с поиском хороших мастеров. Штрафовать или увольнять человека за то, что он сложный, но это, наверное, неправильно. То есть надо понимать более глубоко причины такого решения вообще в таком разрезе. У меня всегда такое было отношение, что с любым сложным человеком можно работать, особенно если он еще и деньги приносит, только в ситуации, где он не влияет на свои сложности у нас остальных. Вот если сотрудник влияет на остальных, то лучше с ним не работать, ну, в негативном ключе, как вы понимаете. Если не влияет, но он сложный, ну, как бы, я думаю, что с ним как-то надо пробовать уживаться. И понять, почему он сложный на самом деле. Похож на Михаила, я буду знать. Может, родители хотели меня назвать Михаилом. Борода такая, потому что не могу выйти никуда, ее в порядок привести. У нас одна проблема. Так, ну что, есть ли какие-то вопросы еще или будем закругляться? Мои контакты для связи указаны вот в презентации. Еще раз их сейчас продублирую сюда в чат. И Инстаграм. Наташ, я думаю, что я что-нибудь сделаю. Вот, надо делать какие-то прямые эфиры. Будем обязательно проводить. Так, что делать с гастербайтерами? Ну, что делать? Ну, опять же, такой вопрос. Не все, наверное, без работы. Инна, давайте так. У вас, я понимаю, какие-то есть дополнительные еще вопросы. Вы мне напишите. Давайте мы там индивидуально их с вами прям более детально разберем. Мария, у вас должна быть определенная структура. В общем, я всегда был за то, чтобы не процентами вот так играться, а стоимость услуг. Вот, поэтому в ситуации, где человек только приходит, ну, я всегда постарался там какие-то 2-3 месяца платить меньше. Если есть такая возможность, если понимаете, что вы можете так к нему воздействовать. Если нет, значит нет. Нет, вот, ну, опять же говорю, главное не заигрываться с процентами, потому что процентов всего 100, и они имеют свойство заканчиваться. Так, ну что, у меня все немножко... Яков, прям всем отвечаю. Вот, видите, уже давно закончили материалы, я сижу и отвечаю. Поэтому пишите. Я еще раз повторюсь, всю неделю, до конца недели я бесплатно консультирую. Вот, по видео пишите мне в директ вопросы, которые у вас есть. Мы можем с вами там созвониться и там в рамках одного часа пообщаться, и я отвечу индивидуально на ваши вопросы. Вот, аттракцион невиданной щедрости длится до воскресенья включительно. Вот, поэтому кому нужна моя помощь, я всю неделю готов вот в период этого карантина помогать и, соответственно, поддерживать вас. Ну что, все, я рад был с вами со всеми пообщаться и будем, соответственно, полезным друг другу. Вот, если что, пишите, буду вам помогать. Все, я рад был всех слышать, видеть, читать. Все, всем пока. Пока.